МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение следующих 20 минут вас ждет много полезной и интересной информации. Сегодня в выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Реализация в республике проекта безопасной и качественной дороги. Как подготовить автомобиль к лету. Мотоцикл, как зарегистрировать, получить права для его вождения. Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит Милена Борисова, член Союза авторов-песенников, преподаватель Дворца детского творчества. Ну а в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 25 апреля по 3 мая 2022 года зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, где погибли 2 человека, травмированы 33, в том числе пострадали 7 несовершеннолетних. В Аймеконском районе опрокинулась машина скорой. Погибли 2 человека. 30 апреля около 2 часов ночи машина УАЗ скорой помощи выехала из поселка Уснера по вызову на 730-й километр федеральной автодороги Колыма в местность Кюбиме. Около 11 часов дня водитель скорой по предварительной версии не справился с управлением и совершил опрокидывание. Автомашина несколько раз перевернулась. Врач 67-го года рождения, находившийся в салоне российского внедорожника, в результате опрокидывания получила тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу. Пациент, которого ввезла бригада скорой, также получил травмы, от которых позже скончался в районной больнице. Выжившие в ДТП фельдшер и водитель находятся в медицинском учреждении, где их обследуют медики. Все обстоятельства и причины происшествия предстоит установить следствие. 1 мая около половины 10 утра поступило сообщение о том, что на федеральной дороге Вилюй в 794-м километре произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС предварительно установили, что 1 мая около 9 часов 20 минут на федеральной автодороге Вилюй, в 793-м километре Нюрбинского района, автомашина «Тойота Саксид», следовшая с той стороны города Нюрба по улице Мончары в сторону села Сунтар, не уступил дорогу автомашине, пользующимся преимуществом в движении автомобиль Сузуки Гранд Витара. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойота Саксид» 59-го года рождения получил ушибы мягких тканей грудной клетки и грудины. Ему назначено амбулаторное лечение. Пассажир 2-го транспортного средства был доставлен в НЦРБ города Нюрба с тяжелыми травмами головы. 2 мая около часа дня на 4-м километре Вилюйского тракта водитель 77-го года рождения, управляя автомашиной «Тойота Саксид», совершил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Сузуки Искуда, после чего столкнулся с другой встречной автомашиной «Тойота Саксид». В результате ДТП сам виновник происшествия, который в момент аварии находился за рулем в состоянии опьянения, получил травму. Также за медицинской помощью обратилась пассажирка Сузуки. У нее медики диагностировали ушиб. Около 19 часов в дежурную часть ОГИБДД города Якутска поступило сообщение от диспетчера скорой о дорожно-транспортном происшествии на Намском тракте. На месте происшествия сотрудниками ОГИБДД предварительно было установлено, что водитель 64-го года рождения, управляя автомобилем УАЗ, уснул за рулем и совершил наезд на опору уличного освещения. Как выяснилось, автомобилист сел за руль, будучи нетрезвым. В результате ДТП выпивоха получил закрытый перелом грудины, тупую травму живота, переломы нескольких бедер. Оба автомобилиста понесут административное наказание в виде лишения права управления транспортным средством на срок до двух лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. Прокомментирует данные дорожно-транспортные происшествия наш гость в нашей студии, инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия Ощепков Владимир Федорович. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Хотелось бы напомнить, что у нас с 27 апреля по 10 июня госавтоинспекция республики перешла на усиленный вариант несения службы. И, соответственно, с этим у нас на федеральной и региональной автодороге выехали передвижные посты дорожно-патрульной службы специального батальона ДПС ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия. Ну, они будут, опять же, увеличивать плотность нарядов в районах и, соответственно, также будут проверять всех водителей, управляющих транспортными средствами на предмет употребления алкогольных напитков и более тяжелых нарушений правил дорожного движения. То есть это как выезд на полосы встречного движения, также нарушения правил проезда перекрестков, ну и так далее. Ну, а так у нас за минувшие выходные дни, так с начала рейдов с 27 апреля до этих праздничных выходных дней на территории республики было задержано и отстранено от права управления более 120 водителей, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. И среди них также 30 водителей управляли транспортным средством также в состоянии алкогольного пенения без водительских прав. Ну и госавтоинспекция напоминает о том, чтобы у нас праздничные дни, опять же, не заканчиваются, и следующие выходные дни, опять же, у нас будут праздничные и, опять же, выходные. Поэтому всем водителям и участникам дорожного движения хотелось бы, опять же, напомнить, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Ну, а тем участникам дорожного движения, кому важна жизнь и здоровье своих близких, просим, опять же, сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и также, которые пытаются сесть за руль уже в нетрезвом состоянии, сообщать об этом следует оперативно в дежурной части госавтоинспекции. Это в городе у нас по короткому номеру 127 можно позвонить, также 47 35 69 и 35 22 22. Ну, а в регионах, в районах у нас также можете позвонить в отделение полиции по району. Владимир Федорович, большое вам спасибо за разъяснение. И, дорогие друзья, я думаю, что все советы, которые вы сегодня услышали, предостерегут вас от опасной езды и соблюдайте правила дорожного движения. Во время смены сезонов каждый автомобилист старается подготовить свой автомобиль во всеоружии. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что ставятся зимние шины перед зимой, утепляется автомобиль, ставится второе лобовое. Ну, а перед летом все это нужно благополучно снять. Но как подготовиться к жаркому сезону и как лучше это сделать, мы узнаем из следующего сюжета. Каждый любящий своего железного коня автомобилист из года в год на сменяющийся сезон тщательно готовит свое авто. Бытует мнение, что к зиме подготовка все-таки более ответственнее, дороже и трудоемкая. Но и к предстоящему летнему сезону автомобиль нуждается в подготовке. Это все зависит от того, насколько вы эксплуатируете автомобиль в зимний период, в наших условиях северных. И, соответственно, потом к лету нужно будет это все дело часть убрать, часть поменять. Почему? Потому что действительно, обычно люди, живущие в более теплом климате, меняют зимнюю резину на летнюю. Ну и, собственно говоря, этим ограничивается. То мы здесь делаем и двойные лобовые стекла, и боковые двойные стекла. И утепляем автомобиль. То есть мы закрываем моторный отсек, мы какие-то утепления проводим под днищем автомобиля. Естественно, чтобы автомобиль летом эксплуатировался в теплое время года, ну то есть в теплый период, нужно это все дело убирать. Плюс еще жидкости мы меняем, часто, допустим, заливаем зимнее масло, допустим, в амортизаторы или в стойки, которые разборные. На лето они становятся мягенькими обычно, или даже текут за зиму, потому что средние морозы. Их нужно будет уже на летний период либо поменять, либо, допустим, залить уже другое масло. Самое основное, это, конечно, кондиционер. То есть зимой вы им не пользуетесь, может быть, он уже у вас и не рабочий, вы не знаете об этом. Конечно же, весной, перед тем, как наступает жара, лучше всего проверить, работает кондиционер, заправить его. Почему? Потому что как только становится жарко, сразу начинают образовываться очереди тех мастерских, которые этим занимаются. Ну, проверьте, работает ли стеклоподъемник, если что, опустить стекло, если будет так же жарко, люк. Ну, вот как-то так подготовиться к летнему сезону, наверное, самое главное, самое необходимое, это вот как раз этот момент. Пусть каждый сезон эксплуатация авто приносит комфорт, удобство и радость. А для этого необходимо обращать внимание на ее техническое состояние, полезное оснащение к предстоящему сезону и соблюдать правила дорожного движения. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Данный проект реализуется уже в 84 регионах нашей страны и нацелен на улучшение качества жизни людей. Строятся новые дороги, мосты, магистрали, применяются новые технологии и материалы. Сегодня на эту тему мы поговорим с первым заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Анатолием Константиновичем Потаповым. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Анатолий Константинович, в нашей Республике какие работы проводятся в рамках этого проекта по безопасности дорожного движения? Ну, прежде всего, хотел бы озвучить, на сегодня, с 2019 года мы реализуем национальный проект «Безопасные качественные дороги». В рамках национального проекта мы в этом году должны привести в нормативное состояние 257 километров. Это 35 километров – это уличная дорожная сеть города Якутска. И 222 километра – это оригинальные дороги Республики Саха-Якутия. На сегодня все объекты по оригинальным дорогам законтрактованы. И по городу Якутску у нас на днях тоже контрактация должна завершиться. До конца мая мы все контракты должны подписать. Но в рамках национального проекта «Безопасность дорожного движения» есть у нас оригинальный проект, где мы должны до 2030 года достичь снижения показателя количества погибших. Если в прошлом году погибло 70 человек, к сожалению, на сегодня по итогам четырех месяцев уже погибло 29 человек. И на сегодня я хочу озвучить то, что у нас в основном погибшие – это 21 человек погибли на федеральных автомобильных дорогах, 4 человека на автомобильных дорогах оригинального значения и 4 на местных автомобильных дорогах. На сегодня у нас ведутся со стороны управления ГИБДД владельцев автомобильных дорог, ведутся мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Прежде всего, в рамках этого проекта мы обустраиваем автомобильные дороги уличным освещением. В этом году по автомобильным дорогам оригинального значения мы должны обеспечить и установить уличное освещение на 21 километре. Это по автомобильной дороге автодорога «Нам». Это где ведется реконструкция автомобильной дороги «Нам». И также в транзитных населенных пунктах – это Хатасы в городе Якутске, поселок Сангар Кабяйского района, в Татинском районе – это Чичумах, и Итык-Кюль мы будем делать уличное освещение. Это по автодороге Харбалах оригинального значения. И также в рамках этого проекта мы должны завершить работы по контрактации жизненного цикла. Контракты жизненного цикла подразумевают это, прежде всего, проектирование, строительно-монтажные работы, и три года они должны содержать. Тот подрядчик, который выиграл и установил. Это у нас Абага и Сулгачи, два населенных пункта в Абамгинском районе, и Чичумах у нас попадает тоже в Татинском районе. И кроме этого мы устанавливаем барьерные ограждения на аварийно-опасных участках. Это в рамках ремонта тоже. Это порядка 25 километров мы должны в этом году по оригинальным дорогам. И также 13 автобусных остановок мы должны в этом году по оригинальным дорогам. И также ведется работа по установке сигнальных столбиков и также по обустройству пешеходных переходов. Кроме этого, по федеральным дорогам тоже есть федеральная адресная инвестиционная программа. В рамках ФАИБ тоже по федеральным дорогам ведется работа по уличному освещению. ФАД, Колыма, Вилюй, Лена. Где мы должны по Колыме в этом году завершить работы по асфальтированию автодороги Колыма до села Чуропча. Поэтому в рамках этих ремонтных работ, капитального ремонта, вот тоже предусмотрены такие виды работ на сегодня. Анатолий Константинович, скажите, а вот в рамках реализации данного проекта были ли применены какие-то новые технологии или материалы, оборудование? Ну, как вы знаете, мы с 2017 года управление автомобильных дорог Республики Саха-Якутия занимается содержанием, установкой комплексов фото-видеофиксации. На сегодня они показали свой эффект. И мы, когда управление автомобильных дорог, когда начинали, у них было 54 комплекса. И на сегодня сейчас мы достигли 154 комплексов. На сегодня насчитываем. Насчитывается такое количество. И сейчас мы на сегодня приняли все комплексы фото-видеофиксации с федеральных дорог. Это федеральные дороги Лена, Вилюй, Колыма, которые тоже числились на этих дорогах. Сейчас обслуживанием будет заниматься как раз ГКО «Правтодор» на сегодня. И на сегодня хочу сказать, что в этом году планы 30 комплексов мы установим. И на днях мы в тестовом режиме попробовали установку комплекса фото-видеофиксации на патрульной машине, которая снимает на 360 градусов все вокруг. И встречные, попутные вот эти нарушения правил дорожного движения будет фиксировать. И в этом году мы планируем приобрести такие комплексы в количестве пяти единиц. И будут они курсировать по нашим автомобильным дорогам регионального значения и федерального значения. Прежде всего мы будем сейчас основной упор делать на федеральные дороги. Потому что у нас очень много погибших на сегодня. И в основном это несоблюдение скоростного режима и непристегнутый ремень. И в этом году мы приобретаем тоже в рамках этой программы, этого проекта, мы приобретаем также комплексы, которые будут фиксировать нарушения за непристегнутый ремень безопасности. Они в основном будут установлены на выездах из города Якутска, а также из населенных пунктов, где у нас основной поток идет по федеральным дорогам. Это Фат, Лена, Нерингри, Алдан, Бередегистях, город Якутск в основном, где у нас основные выезды и заезды с федеральных дорог. Будем устанавливать такие комплексы. Толий Константинович, спасибо, что посетили нашу программу. И желаем вам успехов в реализации данного проекта. Спасибо. Спасибо. С наступлением весны наряду с велосипедистами также появляются и мотоциклисты. Конечно же, они тоже полноправные участники дорожного движения. Давайте узнаем, как зарегистрировать свой мотоцикл, как получить права на его вождение и самые основные правила езды на мотоцикле. В следующем сюжете. Мотоцикл был изобретен из-за неумения своего изобретателя, инженера Даймлера, ездить на велосипеде, имел одноцилиндровый двигатель и двигался со скоростью 12 км в час. Так было положено начало производства двухколесного транспорта, и оно достигло таких высот, что отдельные экземпляры нынешних мотоциклов могут разгоняться до 644 км в час. Учитывая их скорость, мобильность, экономичность в плане потребления горючего, мотоциклы популярны и среди молодых, и среди более зрелых водителей. Для управления этим видом транспорта нужно получить права и обязательно регистрация данного вида транспорта. Данные транспортные средства нужно регистрировать. И опять же, в данную категорию входят мотоциклы, которые имеют более 50 кубов. Это двухколесные транспортные средства от 50 и выше кубиков. Ну а мопеды, которые до 50, их, соответственно, можно не регистрировать. Но опять же, обязательно нужно соблюдать правила дорожного движения. И опять же, для водителей мопедов соответствует обязательная категория для управления данным видом транспорта. Это категория М. Ну а для водителей двухколесного транспортного средства, которые, опять же, выше 50 кубов, они, опять же, соответственно, должны иметь водительскую категорию А. Хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они, когда покупают данный вид мототранспорта, который, опять же, не превышает 50 кубиков, да, то есть это у нас мопеды, да. Опять же, чтобы не забывали, ну и согласно правилам дорожного движения, у нас дети с 16 лет имеют право управлять данным видом транспорта, то есть, и опять же, у них в обязательном порядке должна быть категория М. И, в принципе, они могут обучиться данной категории с 16 лет и также иметь данное водительское право, да. Ну а при наступлении совершеннолетия, то есть в 18 лет, они уже могут получить полноценные права, то есть категории А и, соответственно, В. Ну, опять же, родителям еще раз хотелось бы напомнить, чтобы они напоминали своим детям, ну и, опять же, не забывали про защиту. Для мопедов, опять же, соответственно, нужно носить шлем в застегнутом виде, да, ну и чтобы они, дети, опять же, управляли согласно правилам дорожного движения. Также хотелось бы напомнить, в соответствии с Кодексом административного правонарушения, правонарушения за управление без категории, да, в данное время у нас без категории А, допустим, даже если взять и категории М, тоже можно включить. Это, опять же, согласно статье 12.7 части 1 Кодекса административного правонарушения может наложиться штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Это на лицо, которое управляет транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории, да. Ну, опять же, родителям хотелось бы напомнить, что у нас есть, опять же, еще одна статья за передачу управления транспортным средством, лицу, который заведомо не знает то, что он не имеет водительского удостоверения, то за данное нарушение, опять же, уже грезит штраф в размере 30 тысяч рублей, и согласно статье 12.7 части 3 Кодекса административного правонарушения. Для мотоциклистов, как и для водителей других транспортных средств, несомненно, золотое правило – безопасность своя пассажиров и пешеходов. Но сейчас, по традиции, мы хотим приступить к нашей рубрике, в рамках которой известные люди будут проверять свои знания правил дорожного движения. Ну и по традиции наш экспресс-тест будет состоять из 10 вопросов. Сегодня участником рубрики будет Милена Борисова, член Союза авторов-песенников, преподаватель Дворца детского творчества. Здравствуйте. Добрый день. Ну а разбор АИО-ответов проведет наш постоянный эксперт, преподаватель автошколы «Фаворит» Егор Никифоров. Милена, скажите, какой стаж вождения у вас? Вот в июне 19-го числа как раз будет 10 лет. Мне нужно уже поменять права. Буду собирать документы, усуетиться по этому поводу. Ну, кстати, по-моему, можно не менять права, да? Сейчас, да, вы... А, да? Ну, это очень даже хорошо. Да, 3 года, то есть на 3 года вы можете отложить эту процедуру. А, ну, очень хорошо. Вот, ну что, это была хорошая новость, а сейчас перейдем к тесту. Вы готовы? Готовы. Так, ну что, Милена готова. Давайте первый вопрос. Сколько перекрестков изображено на рисунке? Варианты ответов 2. Второй вариант 1. Третий вариант 4. Ну, тут один перекресток. Ваш ответ номер 2. Да, номер 2. Один перекресток. Хорошо, следующий вопрос. Как вы должны поступить в данной ситуации? Первый вариант. Остановиться у знака и дождаться работников таможенной службы. Второй. Снизить скорость при проезде таможни. Третий. Остановиться через 300 метров у таможни. Таможни, это дело серьезное. Остановиться через 300 метров у таможни. Остановиться через 300 метров у таможни. Вариант номер 3. Вариант номер 3. Следующий вопрос. В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками. Первое. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора. Второе. Может двигаться только прямо или направо. Третье. Может двигаться в любом направлении. Третье. Может двигаться в любом направлении при исполнении. Вариант номер три. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы в данной ситуации включить указатели левого поворота? Первый вариант. Не обязаны. Второе. Обязаны, если будете выполнять разворот. Третье. Обязаны. Обязаны. Третье. Вариант номер три. Следующий вопрос. Разрешено ли водителю движение задним ходом на пути-проводе для посадки пассажира? Первое. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения. Второе. Разрешено. Третье. Запрещено. Запрещено. Третье. Запрещено. Вариант номер три. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли водителю грузового автомобиля остановиться в этом месте? Первое. Разрешено, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более трех с половиной тонн. Второе. Запрещено. Третье. Разрешено. Ой. Третье. Разрешено. Вариант номер три. Ага. Приняли. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия. Первое. Повернете налево и остановитесь в разрыве разделительной полосы. Дождетесь разрешающего сигнала светофора на выезде с перекрестка и завершите маневр. И второй вариант. Выполните маневр без остановки на перекрестке. Я выполню маневр без остановки на перекрестке. Вариант номер два. Ага. Принято. Следующий вопрос. Вы намерены повернуть направо, можете ли вы приступить к повороту? Первый вариант – не можете. Второй – можете. Третий – можете, когда убедитесь, что при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю. Грузовому автомобилю, да? А, там грузовой автомобиль. Могу, когда убедиться, что при этом не буду создавать помехи грузовому автомобилю. Вариант номер три. Да. Хорошо, принято. Допускается ли применять шторки и жалюзи на заднем стекле легкового автомобиля? Первое. Допускается. Второе. Не допускается. Третье. Допускается только при наличии зеркал заднего вида с обеих сторон. Допускается, наверное, с зеркалами заднего вида. Вариант номер три. Да, вариант номер три. Что принято? Так, и последний вопрос. Если во время движения по сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь, водителю следует. Первое. Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не начался сильный дождь. Второе. Уменьшить скорость и быть особенно осторожным. Третье. Не изменяя скорости, продолжить движение. Асфальтобетонным покрытием. Второе. Уменьшить скорость и быть особенно осторожным. Вариант номер два. Ага, вариант номер два. Итак, ну что, Милена ответила на все десять вопросов. И сейчас мы предоставляем эту трибуну эксперту, преподавателю автошколы, фаворит Егору Никифорову. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Милены. На первый вопрос ответили правильно, здесь у нас один перекресток будет. На этот вопрос Милена тоже ответила правильно, через 300 метров будет таможня и там должны остановиться. С проблесковыми маячками автомобиль может двигаться в любом направлении, выполняет неотложные служебные задания. Третий ответ, правильный ответ. При исполнении терплазия. Во всех случаях все время должны показывать сигналы указателями поворота. Правильный ответ обязаны. Милена правильно ответила. Задний ход на путепроводах запрещается. Правильный ответ. Третий ответ. Правильно. На этот вопрос тоже правильно ответили. Тут грузовику запрещается стоянка, остановиться можно. Маневр остановка не запрещается. На этот вопрос тоже правильно ответили. Можем проехать перекресток, в данном случае без остановки. Никого, ничего нету. Второй ответ. На этот вопрос тоже правильно ответили. Можем двигаться, не создавая помех к грузовому автомобилю. На первый полосу можем повернуть. На этот вопрос тоже правильно ответили. Допускается применять шторки, жалюзи, если есть зеркала заднего вида с обеих сторон. И в этом случае тоже правильно ответили. Должны снизить скорость и быть особенно осторожными. Второй ответ правильный. Итого, Милена ответила правильно на все вопросы. 10 ответов правильных. Очень хороший результат. Спасибо большое. Дорогие водители, дорогие девушки. Я буду солидарна с девушками. Те, кто только получили свои права, не бойтесь выходить на большую дорогу. Всегда смотрите по сторонам. И обязательно, если вы в себе не уверены, по вечерам или на досуге, смотрите правила дорожного движения. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительнее, берегите себя и соблюдайте правила дорожного движения. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова